Ну что ж, друзья, сегодня у нас будут еще полезные, приятные, классные вещи, кроме причастия. Сегодня, думаю, те, кто попали на служение, особенно вот офлайн, вы будете особенно рады, потому что у нас будут сегодня приятные новости, хорошие, поэтому дождемся до окончания. Ну а пока пришло время слушать Слово Божье, давайте помолимся, если вы не против. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Господь, Ты сказал в Своем Слове, что оно, Твое Слово, оно живо и оно действенно. Оно острее всякого обоюдоострого меча, и оно проникает в самую глубину нашего сердца, нашей сущности, того, кто мы есть, Господь. Оно проникает, Господь, даже на самый-самый-самый-самый глубокий уровень нашей жизни. И я молюсь Тебе, Господь, сегодня, чтобы в присутствии Твоем, в присутствии Твоего Духа Святого, сегодня по-особенному сердце, Господь, было открыто для того, чтобы принимать. Драгоценный Дух Святой, Ты здесь сегодня и твори то, что Ты хочешь делать во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, в продолжении нашей темы, о которой мы говорим, сегодня второй месяц, и в этом втором месяце я бы также хотел, чтобы мы продолжили говорить об этом, мы говорим о практической стороне жизни христианина. Вы знаете, есть такое, ну, давайте, я люблю, давайте с веселого начнем. Есть такая неканоническая притча. Как вы знаете, какое-то время назад, сейчас уже меньше, конечно, и слава Богу, я верю, но какое-то время назад было такое, ну, как правильно сказать, такой рассвет был коучинга, лайф-коучинга особенно, кто-то помнит, да, этот момент еще. И вот тогда, знаете, было много лайф-коучей на тему эту, на тему ту, на тему третью, четвертую, пятую. Ну, вот такая вот, знаете, история, один лайф-коуч звонит другому и говорит, слушай, как заработать миллион? Говорит, а не вопрос, я сейчас тебе расскажу. Говорит, а нет, рассказать я сам могу, говорит, как заработать? К чему я веду, друзья, понимаете, друзья, видите, уже переходишь потихоньку, к чему я веду? Очень часто, когда наше христианство, оно затягивается, я называю, я использую это слово затягивается, что такое затягивается? Это когда наше христианство, оно наполняется, 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 И в какой-то момент времени оно так наполнилось, что, знаете, оно как чемодан без ручки. И бросить его как бы жалко, а носить его не получается. Я вам расскажу такую жизненную историю. Мы были до 2010 года, там, конца 2010-го, мы были с семьей на миссии в Америке. И я с самого своего первого года со Христом, тогда не было там еще вот всяких этих самых компьютеров, конспектов много, и я писал от руки конспекты. У меня было блокноты, тетрадки, помнишь, там в Америке целая такая стопка. Я помню, приходит момент, когда нам нужно возвращаться. Возвращаться, это значит, нужно вести вещи, а там же, это же не с одного города в другой переехать. Там у тебя два чемоданчика, и все, больше нельзя с собой взять. И я помню, а этих конспектов у меня там на целый чемодан. Ну, это уже прошло к тому времени, где-то, дай бог, 15 лет жизни во Христе. За 15 лет накопилось много откровений. Вот, и я помню этот момент, я, знаете, такой, как бы ты их не можешь бросить. Почему? Это же твои откровения. Это откровения Божьи. Представьте, сколько там записано. Так, каждое утро ты молишься, бог что-то говорит в твое сердце. Ты записываешь, это все вот раскрывает он, и так далее, и так далее. И вот сейчас вот послушайте, очень внимательный момент. Я помню, я думаю, нет, я их буду с собой брать, и сам с собой борюсь, понимаю, куда их взять. Они ведь тяжелые. Я уже думал, там у меня уже мысли, думаю, перефотографирую, там, и так далее. Ну, в общем, разные решения. Я иду к богу, просто молюсь обычно. И вдруг дух святой мне так интересно, интересно такую мысль закидывает. Я точно знаю, что это он. Он говорит, ну, ведь я же дал тебе эти все откровения. Да. Говорит, а для чего я тебе дал эти откровения? Ну, как? Ну, чтобы моя жизнь была богата твоими откровениями, чтобы она менялась, чтобы она преображалась. Говорит, так что ты переживаешь? Говорит, если у тебя откровения, они в твоей жизни, то они никуда не денутся, и ты можешь оставить спокойно эти конспекты. И вот знаете, друзья, я, к чему я веду, почему это рассказываю? Я знаю, что большинство из нас, мы не готовы были бы в христианской жизни оставить конспекты. Потому что некоторые откровения, которые бог нам давал, они так и остались на бумаге. Они так и остались там. То есть бог их дал, и мы их записывали, чтобы не забыть, для того, чтобы пришли они в нашу жизнь. И знаете, я вот с братьями на этой неделе разбирал один момент, и я говорю, я им подсказал очень простой совет. Нет, знаете, у нас сегодня одно большое, ну, одно общее служение в неделю, всего лишь, в субботу. И я замечаю, что некоторые люди от субботы до субботы, они иногда забывают даже тему проповеди. Не то, что место исписать, тему проповеди не помнят. Спустя некоторое время. Я вам подскажу одну хорошую привычку, которую я для себя делаю. Что я делаю? Каждую субботу, когда мы возвращаемся домой, вечером уже, когда все ложатся спать, я открываю конспект, и начинаю молитвенно читать снова этот конспект. Раз, два, три, четыре. Для чего? Чтобы этот конспект, он уяснился мной. Поверьте, этого все равно недостаточно, но хотя бы это действие. Когда-то однажды Бог мне точно, ну, четко проговорил, он говорит, я хочу, чтобы все, что ты получаешь откровения, все откровения, которые ты слышишь, они у тебя там оставались. Чтобы, еще раз, друзья, чтобы наше христианство не затягивалось. Вы поняли, что это означает? Чтобы оно не затянулось, чтобы оно не осталось только на конспекте. Поэтому мы говорим о практической стороне жизни, и сегодня тема проповеди, я верю, друзья, что она будет очень практичная. По крайней мере, на этой неделе, опять на прошлой неделе, у меня было несколько разговоров, и я увидел актуальность этой проблемы. Сегодняшняя тема звучит следующим образом. Звучит так. Почему ты сеешь, но не пожинаешь? У кого иногда был такой вопрос к Богу? Только честно. Почему ты сеешь что-то и не пожинаешь? Почему так выходит? Почему так получается вообще? Что-что? У каждого служителя, наверное, да, есть такой вопрос по острову, говорит. Ну, давайте попробуем порассуждать на эту тему. Еще раз, друзья, это практическая сторона жизни христианина. Итак, давайте начнем. Послание, Галатам, 6 глава, 7 стих. Галатам, 6-7. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Друзья, в этом месте из Писания мы видим и благословение, да, мы видим о том, что пожнет, правда? Это же благословение. Мы видим и обетование, кстати, друзья, что если ты сеешь, то ты будешь пожинать, да? Мы видим, друзья, в этом обличение также, что не обманывайтесь, да, ой, Бог нас корректирует. Друзья, думайте о том, что вы сеете и так далее. То есть здесь много есть всего. И тут даже есть друзья, но тут все. Смотрите, Бог поругаем не бывает. То есть это однозначность, это неизбежность наступления этого события и так далее, и так далее, и так далее. Но в этом стихе есть также один принцип, который на первый взгляд он очевиден. Причем я скажу вам так, он очевиден настолько, что мы его даже так иногда, как сейчас модное слово, скип делаем, пролистываем. То есть мы его пролистываем, как бы думая о том, что ну тут все ясно, тут все понятно. Но я сегодня хотел бы акцентировать внимание наше именно на этом принципе. Вот чтобы этот принцип, он у нас сегодня остался, не просто мы его пролистнули. Как звучит этот принцип? Я записал для себя так. Принцип прямой взаимосвязи сенья и урожая. Еще раз, принцип прямой связи. Что означает прямая связь? Это означает, вот если есть это, то есть это. Если есть это, я не большой фанат огородов, абсолютно совсем их не фанаты. Мне очень жалко людей, которые там прямо они в восторге от огородов. Я не знаю, правда, кто это может быть, конечно. Но если так, вы молодец, и мне вас жаль одновременно, честно признаюсь. Но, когда вы садите, скажите мне, весной картошку, урожай чего вы ожидаете получить осенью? Ну вот, логично. Ананасы, правильно? Ананасы, ну все же логично. Ну а что же еще? Слава Богу. Видите, хоть так нас жизнь подсказывает, что картошку. Когда вы сеете морковку, вы ожидаете урожай чего получить? Кто-то говорит, борщевой набор. Причем желательно с костями и в кастрюле, да? Уже борщ. Но, друзья, мы же понимаем о том, что есть принцип прямой связи. То есть то, что ты сеешь, ты будешь пожинать. Когда-то даже пострвали эту мысль, я не знаю, нашла или сформулировала. Нашла, да. Как она звучит еще раз? Мы. Ты можешь сеять все, что ты хочешь, но пожинать ты будешь не то, о чем ты молился, просил, хотел. А пожинать ты будешь только то, что ты сеял. Это называется принцип прямой. То есть принцип прямой связи того, что ты сеешь, сеяния и жатвы. И вот именно об этом сегодня я как раз бы хотел, чтобы мы с вами рассуждали в нашей христианской жизни. Повторюсь еще раз. Тема проповеди сегодня звучит. Почему ты сеешь, но не пожинаешь? Почему ты сеешь? Почему я сею, но я так и не наблюдаю урожая? И вот этот принцип прямой связи, друзья, он как нельзя лучше подсказывает нам это. Итак, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 6 стих. Не 16, 3 глава, 6 стих. Рожденное от плоти есть. Рожденное от духа есть. Дух. Итак, друзья, я для себя сформулировал эту проповедь одним простым предложением, которое поможет вам. Если ты не вспахиваешь свою жизнь вместе с Богом, в ней, скорее всего, или не будет плода, или же будет плод, который ограничен твоими человеческими возможностями и способностями. Друзья, многих христиан, это вообще аксиома христианской жизни, многие верующие недовольны своей жизнью во Христе по той простой причине, что они строят ее сами. А не строят ее, давайте скажу так, без Бога. Вообще без Бога. Она выстраивается вообще без Бога. Знаете, вы сейчас, возможно, кто-то из вас скажет, как это возможно. Я в далеком 2006 году, наверное, был в таком же изумлении, как вы. Когда я помню, мы впервые попали в Америку, и вот, пастор Валя, она, думаю, подтвердит этот вопрос. Мы впервые столкнулись с тем, как иногда люди строят церковь без Бога. Это вообще парадокс. Я такого в жизни еще не встречал. Вы понимаете, люди строят церковь, причем это церковь со всеми атрибутами классической протестантской церкви, к которой мы привыкли. Прославление, хвала, поклонение, все-все-все. Но лишним во всем этом, во всем этом лишним является Бог. Самым основным в этой церкви являются люди, которые приходят на собрание этой церкви. И все делается таким образом, чтобы каждый человек, который приходит на собрание церкви, вышел с собрания и сказал, вау, как мне понравилось. Это шоу, друзья. На самом деле это шоу. Причем качественное настолько, что там церкви, например, в которой там порядка 10 тысяч человек, примерно команда из 500 человек организовывает это. Там все продумано до мелочей. Там служение проходит за ровно 1 час, например, там 5 минут. Или ровно 45 минут. Причем все, как записано в сценарии служения, там будет именно ровно вот так. Вплоть до того, что, знаете, маркетинг там доходит до таких деталей, что вот при части оно даже вообще не так. Там при части заходишь ты на входе и вместе с программкой, в которой поминутно расписано, что будет происходить на этом собрании, тебе выдается такая специальная штучка пластиковая, которая закрыта крышечкой. И там есть между первой и второй крышечкой, там лежит эта просвирка такая вот кусочек мацы с крестиком. Причем крестик такой красиво сделанный, она однотонно. Ну просто место из Писания написано. Более того, ты потом берешь и на выходе возле каждого ряда продуманы корзины. То есть, ну вот все настолько продумано, что, знаете, от первого взмаха до последнего. Вы скажете, пастор, ну а почему так думаете? Потому что однажды я попал проповедовать в такую церковь. Я принес им слайды, мне сказали, это надо вот так порезать, так вот, вот так вот. Потому что, говорит, оно должно вместиться в рамку временную. То есть, это такое, знаете, время, в котором за 5 минут выходит 10 тысяч человек, и за 5 минут они заходят. Где на парковке четко все разрисовано, все вот так, все идет. И знаете, это такое приятное, классное, хорошее времяпровождение, в котором ты не сталкиваешься с Богом. Вообще ни в какой момент вот его действия, абсолютно. Вы удивитесь, друзья, но, к сожалению, к сожалению, есть достаточное количество верующих людей, которые пытаются строить, созидать свою христианскую жизнь. Давайте еще раз я прочитаю. Если ты вспахиваешь, точнее, если ты не вспахиваешь свою христианскую жизнь с Богом, то однозначно, либо у тебя не будет вообще плода, либо у тебя будет плод, который максимально возможно ограничен твоими человеческими способностями или возможностями. Кто может согласиться с тем, что наши способности и наши возможности, они не безграничны? Кто согласится с этим? Они абсолютно ограничены. Причем я вам хочу сказать, они ограничены, друзья, каждый день становятся. И я, может быть, дам вам не очень приятное, но то, чего боятся многие люди, что еще больше будет ограничений. Вы замечали, как некоторые вещи, которые, нововведения, которые вводятся в обществе, в котором мы живем, они пугают верующих людей. Замечали вообще или нет? Ну, к примеру, некоторые люди, о, нельзя будет продавать, нельзя будет покупать. Я говорю, и? Если нельзя продавать и покупать, мы умрем. Я говорю, и? И? Я говорю, и мы встретимся со Христом. Мне бы хотелось не этого. У меня вопрос, как, ну, вы понимаете, да, их немножко пугает эта перспектива, так скажем. Я не говорю, что надо быстрее, не надо. Но я просто, вы поняли, логика. Логика иногда противоречит. Поэтому, друзья, если мы говорим о том, что мы хотим иметь некий результат, друзья, мы должны понимать о том, что мы вспахиваем свою жизнь, должны научиться вспахивать свою жизнь вместе с Богом. Что мы видим на этой картинке? На этой картинке мы видим, друзья, прекрасное благословенное время, когда комбайны, они там, знаете, они вспахивают, потом они насаждают, потом они пропалывают, потом они там, я не знаю, удобряют, ну, что-то они делают. Вот, скажите мне, вот это все, что они делают, это возможности те, которые доступны человеку, или возможности, которые недоступны людям? Доступны. И они делают максимально. И в соответствии, как вы думаете, какой урожай они ожидают? Хороший, в соответствии с тем, какие возможности они и способности использовали, правда? Ну, то есть, ну, хотя больше, чуть-чуть, но не сильно прям. Ну, они понимают, что если он засеял гектар, он говорит, ну, на гектаре максимум, там, ну, к примеру, бывает, там, 50 тонн. Ну, например, возьмем просто. Ну, он ожидает, ну, 55, ну, 60, но он никак не ожидает 6 тысяч тонн. Он не ожидает, он понимает, он отвечает себе на вопрос о том, что если я сделал так, мои возможности, мои способности, мои усилия, вот такие, такие, такие. У меня возникает вполне логичный вопрос, на что вправе или на что должны ориентироваться в своей жизни христиане? У нас даже, когда, подскажу вам, у нас даже когда-то проповедь такая была, она называлась «Фактор Бога». На что должен ориентироваться в своей жизни и в своих плодах и так далее христианин? Вот вопрос к вам. На Господа. Правильный ответ на Господа, говорит пастор Иван. Ответ очень правильный, логичный, прогнозируемый, правда? Но вы же понимаете, друзья, что когда речь заходит о тайной комнате христианина, мы видим, что большинство людей пренебрегают тайной комнатой, потому что у них сегодня есть чем заняться вместо этой комнаты. И им кажется, что то, что они будут делать, оно более важно, более значимо. В результате, смотрите, что получается, мы имеем христианина, который согласно убеждениям христианским своим, согласно тому, что он слышит в проповедях, ожидает от себя, он ожидает Божий урожай, правда? Но в результате получает, ну, как говорят у нас, Маем Теша Маем. Он получает то, что имеет, и знаете, что он делает в этот момент? Он огорчается. Он огорчается, потому что, смотрите, ожидал он одного, а получил совсем другое. Давайте еще раз прочитаем это интересное место из Библии, которое я прочитал перед этим вам. Давайте еще раз. Иоанна 3, 6. Рожденное. Читайте, друзья. Друзья, рожденное. Есть. Что вас удивляет? Ну, что удивляет, друзья, если вы делаете по плоти, и по плоти вы получаете результат по плоти? Что должно удивлять? Объясните. Помните, кто мне напомнит, какой принцип, принцип мы увидели из того стиха, который мы читали? Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что человек посеет, он и пожнет. Я вам сказал, этот принцип подчеркнул его, он очевидный. Кто напомнит? Это принцип прямой связи между посеянным и тем, что мы ожидаем, ну, тем, что мы пожинаем. Правда? Смотрите, мы видим этот принцип, посеянное от плоти, сеешь плоть, пожинаешь, сеешь в дух, пожинаешь. Ну, так или нет? Почему у нас, откуда у нас появляется, друзья, вот это вот ложное убеждение о том, что я могу сеять в плоть, но если я верю в Бога, то пожинать я буду как от духа. Ну, давайте будем честными. Еще раз говорю, мы говорим о практическом христианском, ну, христианской жизни. То есть, друзья, если ты не вспахиваешь свое поле с Богом, если то, что ты пытаешься делать, оно не вспахано, оно не удобрено, оно не с Богом вместе не обработано, то как ты можешь ожидать другого результата? Вообще никак это невозможно, вы понимаете? То есть, это не практический, не теоретический, ну, вы не можете нарушать этот принцип, друзья, ну, 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 в конце концов. Если вы варите борщ, то что вы ожидаете в конце должно быть в кастрюле? Если все время, весь процесс вы делали борщ, что вы ожидаете на выходе? Борщ. Ну, вы же не говорите, тю, а почему не рассольник? Ну, меня удивляют, вот так же аналогично, меня удивляют некоторые верующие, которые не имеют тайной комнаты, не созидают свои взаимоотношения с Богом, но при этом их ожидания, они во много раз превосходят то, что они даже сеют по своим возможностям собственным. Оно так не работает, правда? Ого, видите, оно, оказывается, не работает. Я сразу хочу оговорочку сделать, друзья. Я сейчас ни в коем случае не говорю о том, что единственное, что нужно делать, это только молиться. Прекрасный принцип вывели наши братья, монахи Капуцины в свое время, они сказали, что ora et labora, молись и трудись. Но, друзья, если ты только трудишься, но в твоей жизни отсутствует молитва, это проблема. То есть, это проблема на самом деле. Почему мы, что, например, давайте я приведу вам пример. Что мы обнаружили в начале войны? Я помню, когда только началась война, особенно первые три месяца, когда вот такое, знаете, фу, все. Я помню, молился, иду к святой, мне проговорил такую одну простую вещь, которую я в церкви очень часто и много говорил в начале войны. Я сказал, пожалуйста, не нужно осуждать людей, которые принимают в этот момент, во время войны, странные какие-то решения. Кто-то принимает решение сбежать, кто-то принимает решение еще что-то. Послушайте, я говорю, не осуждайте людей. Почему, пастор? Но война показала, что этот человек, я говорю, послушай, война ничего тебе не показала. Почему? Кто из вас знает, например, кто из вас знает, как вы поведете себя, если вдруг сейчас скажут, что ядерный взрыв? Вы знаете, как вы поведете? Нет. Почему? Потому что вы еще никогда не были в условиях ядерного взрыва, правда же? Точно так же и большинство из нас. Мы никогда не знали о войне. И по этой причине, когда пришла война, друзья, мы отреагировали так, как каждый отреагировал. Что это говорит? Это говорит просто о том, что каждый человек был готов по-своему. Но, но, если мы вернемся обратно, друзья, то возьмем это место из Писания, вот которое здесь. Рожден от плоти есть плод, рожден от духа есть дух. Мы обнаруживаем, что некоторые люди на войну отреагировали как? Правильно. Достойно. Хорошо. Почему? Потому что внутреннее состояние этого человека в этот момент, момент, когда нужно было собирать урожай его внутреннего состояния, он оказался сильным. То есть, знаете, друзья, момент, когда приходит момент урожая, это момент, когда сеется, момент, когда ты обнаруживаешь или обнаруживается то, что ты сеял. Обнаруживается то, над чем ты трудился. И вдруг, в какой-то момент времени, ты начинаешь понимать о том, что то, над чем ты трудился всю свою жизнь, оно оказывается совершенно бессмысленным, бесполезным и слабым, самое главное. Знаете, я уже как-то рассказывал, я что-то так иногда, ну, мне нравится, я люблю образное мышление, мне нравятся всякие такие вот разные примеры. Помните эту неканоническую притчу про человека с чемоданчиком золота, знаете? Кто-то не знает, наверное, да? Знает. Ну, когда человек собирал, собирал всю жизнь, копил, пришел с этим чемоданчиком, апостол Петр посмотрел туда и говорит, говорит, зачем тебе здесь на земле столько асфальта? То есть, вы понимаете, человек копил, он трудился, он делал, он сеял, и когда он думал, что он будет пожинать, почивать на лаврах этого урожая, вдруг оказывается этот урожай абсолютно бессмысленным. Друзья, именно об этом нам это место из Писания говорит, рожденное от плоти, оно является плотью. Очень часто жизнь христиан, она созидается, она крутится вокруг плотских моментов. Мы пытаемся построить какую-то плотскую империю, и потом удивляемся, почему эта империя рушится. Знаете, я когда-то, ну, я люблю одно из моих таких увлечений, я люблю историю, мне нравится история, причем я люблю ее анализировать, изучать на предмет вот практической жизни. То есть, не просто исторические факты, в таком-то году была вот эта битва, в таком-то году это нет. Я пытаюсь понять, мне интересно. Ну, вот, к примеру, один из вопросов, который меня очень сильно, очень, причем он меня так заинтриговал, глубоко я изучал. Вот, к примеру, была такая, длительностью почти 2000 лет была греческая цивилизация. Кто из вас слышал о такой? Греки. Мы сегодня пользуемся массой изобретений, которые были вынайдены, да, были изобретены в греческой цивилизации. Одно из них демократия, кто слышал такое? Демократия. Есть холократия, демократия, теократия, есть разные принципы, но это все пошло из греческой, вот, как бы, из греческой цивилизации. Она родила. Эта греческая цивилизация была настолько могущественна и сильна, что она полностью, там, оккупировала территорию Средиземного моря. Они построили то, что мы называем сегодня, мы говорим, мегаполисы. Они построили полисы, они придумали полис, как принцип управления, они создавали, вы слушаете, они, как бы объяснить вам, они не строили города, они строили новые концепции. Вы понимаете? На наш язык, если перевести это примерно, я бы сравнил с революцией, которую сделал Стив Джобс, например, когда они придумали вот этот тачскрин. Вы понимаете, что тачскрин, друзья, кто помнит еще эти компьютеры IBM и 386 и так далее, когда мышкой ты там долго клацал, и надо было попасть, куда клацаешь. И тут, понимаете, приходит телефон, в котором тебе не надо никакой мышки или компьютер, в котором ты пальцем делаешь, умножаешь. Кто из вас книжки, фотографии пытался? Я недавно в альбоме смотрю, такой, поймал себя, реально, причем не без прикола. Я, там, старый альбом, папа передал, пострывали, там, альбом детской фотографии, я хочу посмотреть, что-то не вижу, я беру фотографию, такой, ой, что я делаю? Вы понимаете, то есть, вот какая революция произошла, революция, которая поменяла все. Так вот, греки поменяли все, друзья, а потом, не стало этой цивилизацией, потом им пришло 3000 лет, как, понувания, ну, царствования Римской империи. Никто не думал, Римская империя, друзья, все ее сравнивали с этим библейским колоссом и говорили, ее невозможно уничтожить, ее невозможно победить. Друзья, сегодня все, что напоминает о греческой, о римской цивилизации, это дорога, которая идет из Рима в Геную, которая построена 3000 с чем-то лет назад и до сих пор ни разу не ремонтировалась, но по-прежнему работает. Вот такая цивилизация, а ее нету. Почему, друзья? Потому что, смотрите, рожденное от плоти, что я вижу здесь? То, что сеется по плоти, рождает плоть. Оно ничего не может родить больше. То есть, ты не можешь ожидать другого урожая. Ты не можешь рассчитывать. Именно по этой причине я хочу сегодня, я подсказываю уже, друзья, многие верующие люди, они настолько разочарованы о своей жизни. Повторюсь еще раз, я не приветствую категорически, и мы не видим этого в Библии, что в Библии должно только молиться теперь. Вы поняли? Это не приветствуется Библией, такого там нету. Мы нигде не увидим. Там не написано, молящийся достоин пропитания. А что там написано? Трудящийся достоин пропитания. То есть, Бог это делает, но если этому не предшествует духовная работа, духовная проработка этой территории, друзья, вы обнаружите проблему. Конечно же, возникает логичный вопрос, почему именно так? Почему именно так? Я хочу вам дать четыре пункта простых, которые раскроют вам, друзья, почему же все-таки Бог установил именно этот принцип. Именно такой принцип. Первое, друзья, притчи Соломона 4.23. Притчи Соломона 4.23, откроем. Более всего хранимого храни сердце твое, потому что из него исходят источники жизни. Друзья, первое, что происходит, когда мы прорабатываем духовно, или наоборот, почему так важно духовно прорабатывать жизнь. Первое, друзья, именно тайная жизнь проявляет мотивы нашего сердца. Скажите мне, тайную жизнь кто видит? Из людей я имею в виду, кто ее видит? Никто, правда? Тайную жизнь не видит никто. Поэтому многие верующие пренебрегают тайной жизнью, потому что никто ее не видит. Вы понимаете? Именно по той причине, что никто ее не видит, никто не вправе тебе указать, никто не вправе тебе подсказать, никто не вправе тебя исправить, корректировать, направлять, обличать в этом вопросе. Из-за этого, друзья, мы часто имеем тенденцию закрывать глаза на истинные мотивы нашего сердца. Скажите мне, что толкает нас в тайную комнату? Беспомощность, правда? Осознание зависимости от Бога, правда? Осознание того, что Он является автором и творцом всего. Если христианина не толкает, друзья, в тайную комнату, значит, у него есть проблема с тем, что называется сердце и его мотивы, правда? Вот и все. Бог, вы понимаете, почему Он создал? Он создал, друзья, чтобы мы проверяли. Смотрите, Он говорит, в тайной комнате, еще раз говорю, храните, более всего хранимого, храни свое сердце, потому что из Него источники жизни. Бог, Он сделал так, чтобы без Него ничего, никакого урожая не было на самом деле, чтобы не было плода, для того, чтобы в этом ты мог обнаружить свои мотивы, почему ты что-то делаешь. Знаете, я как-то один раз с одним братом разговаривал, и у него такое печальное сердце было. Я говорю, почему, ну, что с тобой, что не так? Он говорит, я никак не могу жениться. Я говорю, ну, ну, хорошо, ну, окей, ну, ну, это проблема, да. Ну, так, знаете, спрашиваю, а что ты для этого делаешь? Он говорит, ну, я качаюсь. Говорит, я качаюсь. Я говорю, как, хорошо качаюсь. Я хожу в спортзал много, часто. Я вот себе новую рубашку купил. Я говорю, ну, слушай, тут такая проблема есть. А ему так уже за 30 далеко. Говорю, есть проблема. Какая? Он говорит, они на это не смотрят, в первую очередь. А он кино насмотрелся, вы понимаете? Где все девушки, знаете, говорят, ого, какой он качок. Вашей маме, это самое, как она, невестка не нужна? Я говорю, они вообще-то не на это вначале смотрят. Они как-то на внутренность больше обращают внимание. В смысле? Он искренне убежден, друзья. Вот он реально был убежден о том, что все девушки от него должны фанатеть. И он прямо в таком огорчении, почему они не фанатеют от него? Он никак понять не мог. Я помню, пастер Валя ему объяснила, он даже прям, помнишь, один раз огорчился настолько. Он к ней пришел, она говорит, послушай, говорит, я не знаю, может сейчас, конечно, ты будешь плохо. Говорит, ну, ты далеко не красавчик. Белый стал. Понимаете, она его убила просто на корню. Понимаете, да? Потому что как? В смысле? А он искренне убежден, что если он сеет вот в это, то должен быть урожай. Все девушки должны в церкви ходить вот так от него там. Господи, что ж ты создал такое красивое создание? И почему оно не мое еще? Ну, вот примерно, я утрирую, конечно, сейчас, вы понимаете, чуть-чуть. Просто так, ну, вы должны понять, что он искренне в этом убежден. Почему, друзья? Потому что мотивом его сердца, вы же понимаете, что если Бог дал бы ему жену, ну, кто из вас понимает, какая была бы семья? Спасибо. Мама дорогая, я хочу верить, что вы шутите. Я очень хочу в это верить, друзья. Потому что это была бы семья, в которой, знаете, жена бы просыпалась с тем, что на потолке его портрет. Она бы вставала на стене ее фотообои с его изображением. Дверь открывала, где зеркало, и он стоит рядом с ней. В туалет она бы захотела. Ну, вы понимаете, друзья, это же нарциссизм. Это же на грани, ну, немножечко, ну, не того. Друзья, Бог, он не дает иногда чего-то, вы понимаете, он создал этот принцип. Если бы мы, друзья, получали... Скажите мне вопрос, давайте так, теоретически предположим. Если бы, сея в плоть, мы получали как от духа, как вы думаете, сколько людей пошли бы в тайную комнату? Никто. Я вам скажу, более того, зная, что, сея в плоть, мы пожинаем от плоти, мы наблюдаем мало христиан, которые идут в тайную комнату. Зная, что только сея в дух, ты получаешь от духа, мы все еще не наблюдаем там большого количества людей. Друзья, Бог специально удерживает. Он создал этот принцип прямого результата или прямого действия связи прямой, посеянного и того, что мы пожинаем урожая, чтобы мы поняли, друзья, что не так с нашим сердцем. То есть, грубо говоря, ты сеешь много, ты трудишься много, но получаешь мало, чтобы ты обнаружил и понял, что послушаешь, что-то с твоим сердцем не так. Это первая причина. Вторая причина. Вторая. Ты сеешь то, как говорил апостол Валя, мы сеем то, что хотим мы, правда? А Бог, о чем ревнует вопрос в нашей жизни, скажите? О том, чтобы у нас было то, что хотим мы, или о том, чтобы было то, чего хочет Он? То, чего хочет Он. Смотрите, интересная мысль. Если мы, друзья, не сеем в дух, то Бог, Он ревнуя о нашей жизни, Он говорит, я не дам тебе урожай. Я не буду, я умышленно буду удерживать урожай в твоей жизни, чтобы ты не подумал, что я, Бог, хочу того же, что хочешь ты. Смотрите, мы находим в книгах пророка Исаии, Он говорит, мои пути, мои мысли. Поэтому, друзья, Бог тоже удерживает. Третья причина. Мы читали с вами на прошлом служении Иоанна, первая глава, третий стих. Давайте откроем. Иоанна 1.3. Иоанна 1.3. Написаны такие слова. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Кто согласен с этим? Так написано в Библии. Так вот, друзья, послушайте, если мы ожидаем урожая только от того, что сеем мы сами, то есть плотские наши возможности, усилия. Есть третий принцип, друзья. То, что ты посеешь, оно, жизнь плоти, она не несет в себе будущего. Вот, жизнь плоти не имеет в себе будущего. Кто из вас знает, друзья, какой конец всякой плоти? Смерть и тление, правда? Если Бог благословит это, если Бог будет благословлять, если Он даст обильный урожай посеянного тобой по плоти, ты будешь пожинать по плоти, которое очень плотское, которое очень скоро, оно не имеет в себе жизни, и оно умрет. Понимаете? Кто-то говорит сейчас, а можно, ну хотя бы на годик. Ну вот на годик, а потом пусть умрет, я же не против. Нет, друзья, все, что посеяно по плоти, оно умирает. И знаете, есть одна такая проблема. Когда у человека умирает нога, и у него начинается некроз, что надо делать с этой ногой? А зачем? Да пусть будет. Иначе умрет все тело. Бог не дает, друзья, урожая тому, что посеяно по плоти, для того, чтобы потом в последствии не умерла вся твоя жизнь. И в этом есть его величайшая мудрость. И четвертый принцип, друзья, почему Бог это делает. Посеянное тобой не имеет в себе силы жить. Знаете, есть такое, ну как это, история, фантазия, фантастика придуманная. Кто из вас читал, может, или слышал кино, смотрел Франкенштейн, про ученого Виктор Франкенштейн, который придумал человека, собрал его из разных частей такого монстра и решил его оживить. Типа электрический ток, фух, и ожил этот человек. Друзья, это все фантастика. Знаете почему? Если бы так было, то, в принципе, никто бы никогда не умирал, правда? Понимаете? То, что рождается, или то, что вот оно мертвое, если в нем нету Бога, то оно не имеет в себе силы жить. Оно не имеет. Когда Бог сотворил человека, написано, вот он сотворил, человек лежит, готов. И что сделал Бог? Вдохнул в него дыхание жизни. И после этого человек стал душою живою. Друзья, если то, что ты сеешь, оно не имеет в себе духовного основания, а только плотское, вы удивитесь, но оно не имеет в себе жизни. То есть оно, как бы, как вам объяснить, оно... Оно будет абортируемо. Вот так скажу. Есть такое определение, простите, но есть такое определение в женском... Вы знаете, что женщина, Бог ее сотворил одно из предназначений, одно, всего лишь одно из предназначений, быть благословением для этого мира в том, чтобы быть матерью, рождать детей. Но когда рождается ребенок, друзья, у ребенка в какой-то момент времени по дивному Божьему руководству начинает биться сердце. Ребенок начинает жить в ее чреве, это все растет и так далее. Но иногда бывает такой момент, который называется замер плод. Слышали такое? Что значит замер плод? Это означает, что плод, который жил, перестал жить. Вот просто он перестал. У него не бьется сердце, у него нет нервной системы, не развивается, нет никакого развития, клетки перестали делиться, и он уже не растет. Вы знаете, что делает тело женщины в такой момент? Оно отторгает его, и это называется аборт на ходу. То есть, это означает, что тело само отторгает этот чужеродный. Кто-то скажет, как чужеродный? Она же его родила, это же кусочек ее. Да, но в этот момент, когда беременность замерла, оно превращается в чужеродное тело. И если его не удалить, в этот момент, знаете, что произойти может? Она может умереть. У нее умрет все тело. Оно начинает гнить оттуда и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, друзья, Бог отторгает порой урожай, плоти из нашей жизни для того, чтобы это не уничтожило всю нашу жизнь. Еще раз, поймите, друзья, Бог хочет созидать жизнь христианина, давайте так скажу, через тайную комнату. И он вообще только так это и делает. Вы поняли, 4 почему? Почему Бог никогда не будет делать? Потому что он любит. Вот, почему Бог установил именно так, друзья, я вот для себя записал, Еремея 29, 11. Почему Бог установил именно вот так, вот эти 4 причины. Еремея 29, 11. Ибо только кто? Я, Бог, знаю намерение, которое имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Безгранично любящий Бог, друзья, который богат всей мудростью, которую только можно представить, он специально придумал так, чтобы то, что в нашей жизни рождается от плоти, не имело по возможности максимально будущего. Потому что Бог знает вот эти 4 принципа. Они всячески будут уводить нас от Бога. Но мы по-прежнему с поразительной настойчивостью продолжаем пытаться поменять этот принцип. Многие верующие, они пытаются созидать, как вам сказать, знаете, такую плотскую христианскую жизнь. Они пытаются ее построить. Они пытаются своими силами, своими усилиями, своими связями, своими знакомствами. Они пытаются построить все, ожидая, что получится в итоге то, что приготовил для них Бог. А не лучше ли, друзья, не лучше ли было бы каждому из нас в какой-то момент времени все же прийти в эту тайную комнату? Вы знаете, был один такой потрясающий человек в свое время, бытность, один из божьих генералов времени такого служения, пробуждения и исцеления. Джон Джилейк, Джон Гордон Лейк. Может, кто-то слышал из вас? Это комната исцеления, Спокейн, Джон Джилейк был такой. И вот очень интересный человек, его судьба очень интересна. По своей профессии, или, скажем, по своему образу жизни, он был бизнесменом. Занимался недвижимостью, причем очень успешный человек. Когда он приехал в Чикаго, буквально в течение полугода он организовал агентство недвижимости, которое стало самым крупным в городе. То есть человек просто, ну вот знаете, ну вот человек вот маслом, знаете, пишет маслом. Вот у него жизнь, что бы он ни делал, знаете, как говорят, золотая курица. За что бы он ни брался, у него все получается. Из этого золото получается. Прекрасно все идет. Но возникла одна проблема, его жена заболела. И он ничего не может сделать. И вот он в этот момент понимает всю бессмысленность того, что он делает. Вы понимаете? Он выстраивал жизнь, в которой все было регламентировано, в которой все четко, в которой все понятно, в которой все на своих местах находится. Но вот только оно жизни не имеет, оно не идет дальше. Вы представляете себе, друзья? Ну вот, к примеру, человек решил, о, у меня будет жена, у меня будет двое детей. Он построил себе дом, он вот думал, в этом доме будут вот такие балкончики. Он это все сделал, все. И на следующий день, как только вот они взяли, открыли ключи, прожили первую ночь в этом новом доме, жена говорит, я больнорак, у меня четвертая стадия. Вы понимаете, друзья, что в этот момент вся картина, которую ты пытался построить, рушится. Вы понимаете это? Почему? Потому что разумнее было бы вначале задать вопрос, Боже, где ты меня видишь? Где ты меня видишь? Вы понимаете, что, давайте я вам скажу так. При других условиях, возможно, эта новость была бы совершенно по-другому воспринята. Когда впоследствии у Джона Джилейка он сталкивался с проблемами, которые были связаны с исцелением, болезнями и так далее, друзья, он уже так не реагировал. Он ничего не бросал. Его жизнь, она вообще была построена вокруг того, что он служил Богу и так далее. И все проблемы, которые были в его жизни, проблем было достаточно. Потому что в какой-то момент времени вся жена его, она умерла все-таки, там в Африке уже на миссии, она умерла от, у нее был туберкулез и от недостатка питания. Потому что бывали дни, когда у него, он покупал домой продукты, шел, видел бедных людей, все раздавал. Домой приходит, жена голодная от туберкулеза, умирает, а она говорит, где еда? Она говорит, я ее все раздал нищим. И она в итоге умерла. Ну, вроде бы печально, но вы понимаете, это не уничтожило его жизнь, друзья. Потому что, еще раз, мы пытаемся зачастую построить свою жизнь по плоти и удивляемся, почему она не удовлетворяет нас так же, как жизнь, которую должен придумать был, по идее, нам Бог. Потому что, друзья, только Он знает намерения. Я для себя записал, друзья, безгранично любящий Бог не дает жизни тому, что не вспахивается в тайной комнате перед Ним, чтобы возможный урожай не уничтожил жизнь самого человека. Еще раз говорю, а мы огорчаемся о многих вещах? Ну, давайте так, если уже поговорить с практической стороны, я же пастор, я общаюсь с людьми. И, знаете, в основном у меня общение, чаще всего, назову так, чаще всего общение начинается примерно с таких слов. Знаете, с каких? Чего ты такой грустный? Ну, вот поставьте себя сейчас на мое место, пастора. Вы сталкиваетесь с человеком. Как дела? Привет. Ну, я общаюсь с людьми. Привет, привет. Обнял. Дай пять. Все. Класс. И знаете, когда ты видишь человека, у которого каменная маска на лице, какой вопрос вы бы задали, если у вас присутствует эмпатия, то есть восприятие человека? Какой вопрос вы бы задали? Что случилось? И я спрашиваю у людей, что случилось? И я вам хочу сказать, 98% проблем, которые я слышу, внимание, связаны с тем, что человек сеял по плоти, ожидая результат по духу, но получил результат по плоти, и он его не удовлетворяет. Вы понимаете это? Это парадокс. Это какой-то парадокс жизни. Я говорю, ну, а что ты ждал? Ну, а что ты ожидал? Мастер, я вот это пошел, дал взятку, и что-то ничего не получается. Я говорю, так а что ты ожидал? Что должно было получиться? Объясни. Ну, вы же помолились. Я же не знал, я бы не молился. Ну, вы понимаете, друзья, что это посеяно по плоти. Бог не дает ему жизни по причине того, что оно не должно жить. Иначе оно уничтожит твою собственную жизнь. И вот, чтобы дать ответ, как всегда, друзья, я хочу вам, ну, как же научиться все-таки вспахивать свою жизнь вместе с Богом? Как научиться строить по-настоящему так, чтобы у тебя был, у твоего, у твоего посеянного был урожай, то есть был плод, но этот плод пребывал вовек? Как это сделать, друзья? Итак, друзья, давайте прочитаем первое. Евангелие от Луки, первая глава, 38 стих. Тогда Мария сказала, раба Господня, да будет мне по слову твоему, и отошел от нее ангел. Вам всем знакома эта история, правда? Давайте, давайте я опишу эту историю и ее события, ну, как бы контекст этой истории. Контекст истории буквально следующий. Молодая девушка, девушка, акцентирую внимание, которая до этого никогда не была с мужчиной. Молодая девушка, приходит к ней ангел и говорит, у тебя есть тот, с кем у тебя помолвка, вы еще не знали друг друга, но сейчас будет странное действие. Я сейчас сделаю так, что ты будешь беременна, ты придешь к нему, и он узнает, что ты беременна. Вы знаете, что должно произойти было с ней вообще по закону в тот момент? Побить камнями до смерти. Смотрите, друзья, и она говорит, да будет мне по слову твоему. Вы понимаете, что это нонсенс? Она не знает однозначно, но что мы читаем? Нам-то контекст известен, дальше. Мы читаем, она приходит к Иосифу, и он вначале действительно пытается, написано, отпустить. Что значит отпустить? Он хотел официально расторгнуть помолвку, объявить о том, что она уже не девушка, и она не может, он не может, поэтому на ней жениться. Вы понимаете? Вот что означает отпустить. Но мы видим, что Бог приходит к ангелу и говорит, нет, Бог приходит к Иосифу во сне и говорит, нет, ты не будешь этого делать, ты ее примешь. И то, что она родит, оно нарочется Всевышним и так далее, и так далее, сыном Всевышнего. То есть мы видим, как Бог поворачивает всю эту историю. Друзья, что происходит в тайной комнате? Вот я записал, пусть твоя молитвенная комната станет местом твоей регулярной встречи с Богом. Друзья, где произошла эта встреча Марии? Она же произошла не когда она там пахала, а в ее комнате, где она была один на один. Понимаете? Она там встречалась с Богом. Когда у тебя нету тайной комнаты, друзья, когда тебе говорить, объяснить, вот когда и как с тобой разговаривать? Ну, когда и как с тобой говорить Богу? Вы понимаете, что большинство из нас, повторяю еще раз, мы убираем, мы удаляем тайную комнату с Богом из нашей жизни по причине того, что нам кажется, что это время можно занять чем-то более продуктивным. Понимаете? Ну, давайте уже откровенно. Нам кажется, вот если бы вас спросили, во сколько ты ходишь на работу? Вы говорите, в 9. Во сколько ты просыпаешься? Человек говорит, ну, в 7.30. А что ты делаешь? Все называют какой? Помылся, принял душ, почистил зубы, умылся, позавтракал, покушал и... Пошел на работу. Но ожидаем. Но оно так не выходит, понимаете, друзья? Конечно, мы в церкви пытаемся это компенсировать. Есть молитва перед служением, есть молитва утренняя, есть молитва матери, есть молитва братьев, мужская молитва. Есть пост у нас будет, вот два дня, а потом будет пост две недели где-то. Слушайте, ну, друзья, это всего лишь попытка вернуть тебя в тайную комнату, вы понимаете? Это всего лишь слабая, порой неэффективная, к сожалению, попытка вернуть человека в тайную комнату, чтобы там в тайной комнате с тобой происходили вот эти чудеса. Еще раз, тайная молитвенная комната должна стать этим местом твоей встречи с Богом и с Его идеями, вообще-то. Второй пункт, как это сделать? Второй пункт, как научиться вспахивать? Пусть все рождаемое в твоей жизни рождается в результате этих встреч с Богом. Вот, понимаете? Когда рождается ребенок, я вот с первым ребенком, я не был на партнерских родах, на вторых, Артурчик, когда родился, я был на партнерских родах. Вот, когда рождается ребенок, вы знаете, очень часто, ну, не знаю, у меня так было, наверное, я так думаю, часто, ну, врачи говорят, ой, боже, вылитый папа. Или когда видят кого-то, говорят, там, ребенка, вылитая мама, вылитая папа, знаете, вот, ну, обычно люди говорят. Вопрос, внимание, а на кого вы хотели, что он должен был быть похожим бы? Ну, вылитый Иван Иванович с третьего этажа, простите. Ну, ну, мы же так, вы понимаете, что так не должно быть. То есть мы не хотим так говорить. Друзья, почему, когда мы хотим о результатах урожая, мы хотим, чтобы мы зачали свои идеи, проекты от плоти, а результат должен быть духовным. Понимаете? Как так-то? Еще раз, пусть все рождаемое в твоей жизни рождается в результате этих встреч с Богом. Смотрите, Иисус родился у Марии в результате ее встречи с Богом, правда же? Множество мы видим вещей, друзья, мы множество примеров видим в Библии, как так оно должно происходить. Но мы почему-то пытаемся, еще раз, мы пытаемся землю повернуть как-то все время, чтобы она не так крутилась, она должна в другую сторону крутиться. То есть, Господи, я придумываю, а ты благословляешь. А он говорит, нет, наоборот, он говорит, давай сделаем так, я придумываю, а ты трудишься. А я благословляю. Нет, Господи, давай по-другому, я придумаю, ты потрудишься, а я порадуюсь. Но оно так не получается. Точнее, скажу вам даже хуже, так не будет вообще-то. Поэтому, друзья, пусть все рождаемое в твоей жизни, вы хотите, чтобы что-то рождалось, вы ожидаете какое-то, вы имеете ожидание от Бога, вы что-то планируете, оно оттуда должно рождаться, понимаете? Оно должно родиться, оно должно рождаться оттуда. Потому что иногда нам приходят интересные идеи, друзья, которые складываются, давайте будем честными, от того, что дважды два у нас сложилось и получилось четыре, вот в реальной жизни, нам кажется, что, ага, если сейчас есть такая возможность, значит, нужно обязательно возможность эту использовать. Нет, есть некоторые возможности, мимо которых надо пройти, понимаете? Еще раз говорю, есть некоторые возможности, мимо которых нужно пройти, если Бог не рождает эту возможность в твоем сердце. Если Он ее не рождал, не стоит ее даже культивировать. Вот просто не стоит. Просто не стоит этого делать. Знаете, есть некоторые люди, которые, вот я помню, кто помнит, был такой финансовый кризис, да, и там было очень много вопросов, связанных с финансами. Я помню момент, когда был, когда мне говорили, надо вкладываться, надо инвестировать. Я как-то приходил с женой, говорю, ну, поговорили, вроде возможности есть, класс, все. А потом ты идешь и ты молишься. И когда ты молишься, приходишь, и у тебя нету мира в сердце. И вот ты пытаешься объяснить человеку о том, что я не буду это делать. Он на тебя смотрит, как на сумасшедшего. Знаете, как на человека, которому предлагают деньги, а он от них отказывается. Вот как бы вы посмотрели на человека, который, например, нищий на улице, он говорит, дайте денег, вы ему даете тысячу долларов, он смотрит на вас, говорит, не буду брать. Ну, как на дурака, правда? Ну, давайте честно. Как на странного человека. И вот примерно тогда так. Но Бог, который знает в начале, он знает так же, что будет и в конце. И когда оно не рождается у тебя от Бога, вы понимаете, друзья, лучше его не делать. Потому что Бог, который видит конец, и он подсказывает, направляет, что лучше не стоит этого делать. Я вам хочу сказать, друзья, могут быть проблемы. Третий пункт. Как научиться вспахивать свою землю в жизни с Богом? Пусть рождаемое несет в себе Божье желание и его замысел, а не твои идеи и амбиции. Смотрите. Мы бежим к Богу. Ну, к пастору, ладно, это полбеды. Мы бежим к Богу со своей проблемой. И мы начинаем пытаться уговаривать Бога в тайной комнате о том, что ему надо сделать. Как вы думаете, сколько идей Бог вам даст? Я вам скажу честно, он будет стоять и молчать до тех пор, пока вы не успокоитесь. Пока вот этот вот, знаете, у зайчика, которого завели, он вот в этой штучке, знаете, идет дун-дун-дун-дун-дун. Дюрасел. Пока у него дюрасел не сядет. Он ждет, пока твой дюрасел не сядет. И когда ты не скажешь, господи, я бессилен. Помните первая проповедь? Сокрушенность сердца. Вот когда твой дюрасел сел, и ты приходишь, говорит, господи, ничего не выходит. Он говорит, прекрасно, давай поговорим. И потом обычно он говорит, а зачем ты это делал? У меня, когда я с молодежью так общаюсь, некоторые вопросы, говорю, слушайте, ну, ну, это не надо. Ой, пастор, а мы не подумали. Я говорю, я знаю. Потому что если бы вы подумали, то, наверное, вы бы не делали. Ну, так выходит. Поэтому третий пункт, друзья, пусть рождаемое, оно несет в себе Божье. Божье несет, друзья, желание, его замысел, а не твои идеи. Четвертый пункт. Научись систематически насаждать и поливать все, что ты делаешь в молитве. Вы знаете, есть прекрасный такой пример, один, который меня в свое время очень сильно впечатлил. Был такой Августин Блаженный, он был тоже там, скажем, католический священник и так далее. И вот он в какой-то момент времени, находясь в монастыре, у него была такая интересная практика. Интересную практику он делал. В чем ее суть? Суть сводилась к следующему. Его назначали дежурным, ответственным за кухню, на кухне. И его задача была чистить картошку. Вот кто умеет чистить картошку? Есть такие люди у нас странные? Одаренные. Есть такие люди одаренные. Кто умеет чистить картошку? Умеете чистить или нет? Все умеют, правда? Ну все. Должны все уметь. Ну нет, я не удивлюсь, если кто-то не умеет, но логично предположить, что должны уметь все. Да, есть некоторые, которые вот так. Квадратик. Да. Квадратиком. Дим, не говори этого, будь я в следующий раз на кухне, в репцентре, на дежурстве, тебя анафеме придадут за такие слова. Так вот, друзья, все знают, как чистить картошку. Но, смотрите, что он делал. Прежде чем он начинал чистить картошку, он молился вот так примерно, примерно, ну я не был при этом, но примерно описывает вот так, Господи, благослови это дело, благослови дело рук моих. Я молюсь тебе, чтобы ты направлял меня, чтобы ты вдохновил, чтобы ты дал свои силы, чтобы ты дал мудрости, как это сделать. Я вам гарантирую, если бы физически в этот момент братья стояли рядом с ним, а кто-то из них постукал бы по плечу и сказал, Августин, ты чего? Ну, камон, ну зачем ты это делаешь? Далее он пишет о нем, что когда он чистил картошку в процессе чистки, он благодарил Бога за то, что Бог дает ему силы, за то, что Бог его направляет, за то, что Бог вдохновляет и так далее. Вообще, да, странно. А когда он заканчивал чистить картошку, знаете, что он делал? Он благодарил Бога за то, что тот благословил его и помог ему это сделать. Парадокс, правда? Ну, звучит очень странно. Давайте прочитаем еще раз этот пункт. Научись систематически насаждать и поливать все, что ты делаешь в молитве. Мы все знаем обетование о том, что взращивает Бог. Но кто-то же должен насаждать и кто-то же должен поливать, а это происходит тоже в духовном мире. Друзья, это твоя молитвенная жизнь. Скажите мне, пожалуйста, когда мы получаем то, что мы просили долго у Бога, вначале мы благодарим его, а потом что мы делаем? Принимаем как должное. И проблема в том, что многое в нашей жизни мы научились принимать как должное. Мы живем с тем, что он должен. А потом мы перерастаем в том, что нам вообще все должны. Вместо того, чтобы научиться систематически поливать. Скажите мне, если вдруг вы в какой-то момент времени решили посадить, там, я не знаю, помидорчики черри у себя на огороде. Посадили, поливали, они немножечко взошли, зелененькие уже такие, листочки начинают разделяться от стебелька. А потом вы взяли и на две недели забыли и не поливаете. Что произойдет, скажите? Дальше засохнет и умрет. Сгниют. Друзья, смотрите, если ты систематически не... То есть ты получил что-то от Бога, ты даже помолился, но ты не продолжаешь с Богом это созидать. Скажите мне, какой результат от этого будет? Ноль. И пятый пункт, друзья, обратите внимание на пятый пункт особо. Доверь Богу время, случай и его ход взращивания того, что было посеяно. А вот здесь вообще, друзья, у нас интересный сценарий. У нас надо все на вчера. Мы приходим к Богу с тем, что нам нужно уже на вчера. И когда Бог не отвечает... Смотрите, даже в Новом Завете он вынужден был написать о том, что недолго терпит Господь. Как считают некоторые. Он не долго терпит, он не тянет, не медлит. Он, друзья, все приносит в свое время. В какое время? В то время, которое нужно. В то время, которое нужно, которое необходимо. Давайте я вам покажу пример, как это в нашей жизни происходит. Кто из вас помнит себя там 9 или 10 летним? Кто помнит? Помните? Примерно, плюс-минус. Какими вы хотели быть? Взрослыми и старше, правда? А кто сегодня хотел бы обратно туда, помоложе? Мы даже себе красимся, чтобы выглядеть помоложе. Да? Смотрите, какой парадокс, друзья. Мы хотим, чтобы наступило время быстрее. Некоторые люди, даже знаете, некоторые дети, подростки видели, чтобы выглядеть старше, что они делают? Начинают краситься девочки, да? Ей 11 лет, она красится. Ты думаешь, господи, 35 чешу? И ты не понимаешь, ну, с несоответствием. Ты же знаешь, что ей 11, а выглядит как 35. Кто-то начинает курить. Для чего ты куришь? Я одного как-то спросил. Говорю, ты зачем куришь? Честный человек. Он такой думал, 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 стоял, стоял. Потом говорит, честно. Говорит, я не знаю, что делать. Я просто курю. Я говорю, ты бы хотел бросить? Говорит, конечно. Вы понимаете, друзья, мы хотим в свое время все. Нам хочется, чтобы все было быстро, сразу. Но, еще раз, доверь Богу, друзья, доверь Богу. Смотрите, тогда Мария сказала, раба Господня, да будет мне по слову твоему. Что ему пообещал? Что у тебя родится сын, который наречется сыном Всевышнего. Он возьмет на себя грехи людей. Он то-то, то-то, то-то. Вы представьте себе, по идее, по нашей логике сегодняшней, Мария должна была на следующий день прийти в тайную комнату и сказать, я не понял, а где живот? А где живот? Знаете, это интересно такое сейчас маленькое наблюдение. Кто из вас сталкивался с женщинами, с сестрами, которые забеременели? Вот знаете, у нее беременности там три недели, но она ходит уже вот так. Сталкивались или нет? Ой, ты знаешь, я как-то сразу заметил, что ты беременна. Я вам открою тайну. Она и не скрывала. Она всячески пыталась намекнуть. Или девушки, знаете, которые фотографируются так? Чтобы кольцо видно было. Вот в смысле. Понимаете? И говорят, а тебе что сделали предложение? А как ты догадалась? Вы понимаете? Мы всячески пытаемся усилить, ускорить все эти события. Нам надо быстрее, быстрее. Друзья, не надо ускорять. Еще раз. Доверь ему, что в свое время это произойдет. Когда это произойдет? Я не знаю. Почему это? Я не знаю. А в какой момент? Я не знаю. Ну, я не знаю. Но я делаю то, чтобы это было. Послушайте, кто взращивает, скажите мне. Вы уверены в этом? Вы уверены в том, что он взращивает? Тогда и доверьте ему это время. Доверьте ему этот ход. Да должно было быть уже. Да успокойся. Доверь ему этот ход событий. Мы же все. Мы же все. Вы понимаете? Мы все по жизни, я так называю. Мы все бизнесмены. У нас возврат инвестиций, есть такое понятие в бизнесе. Return of Investments. Индекс ROI. Возврат инвестиций должен быть в течение двух дней. После вложения инвестиций. 24 часа. Все. И возврат полной инвестиций. И все у тебя должно быть. Да не будет так, друзья. Бог даст тебе в свое время. А это когда? В свое время. А это сколько? В свое время. А это уже скоро? В свое время. И знаете, иногда мне такие христиане, они напоминают, кто смотрел Шрек 2. Помните? Говорит, мы уже приехали. А мы уже приехали. Кто смотрел? Это Шрек 2. Помните? Осел. Говорит, а мы уже приехали. Я тебя убью сейчас. Иногда мне кажется, что мы все говорим, Господи, да будет мне по слову Твоему. В твое время. Ага. А уже в следующей тайной комнате мы с претензией приходим. Так когда? Когда же это время наступит? Друзья, послушайте, есть время всему. Библия говорит, есть время разбрасывать камни, есть время их собирать. Есть время насаждать, есть время поливать. Есть время собирать урожай. Есть время радоваться, есть время ненавидеть. Есть время любить, есть время ненавидеть. Разные времена бывают, друзья. Разные времена. Я помню, один меня брат во Христе доставал вопросом, так когда закончится карантин? Я говорю, как только победим болезнь. Говорит, а когда? Я говорю, ну вот как победим, так и будет он. Да, я понял, спасибо. А так, а когда это будет? А знаете, друзья, это произошло неприметно. Кто помнит, как это произошло? Началась война и закончился карантин. Вот я помню этот момент. Все, все, на третий день войны. Да и какие маски, я вас прошу. О чем вы говорите? Ну, я так условно, ты помнишь, с затяжкой. На первый день войны уже, друзья, никто не помнил о масках. Все вот так это произошло. И ты не знаешь, когда это происходит. И ты не знаешь вообще, как это произойдет. Вот, доверь Богу, друзья, время, случай и ход его взращивания, ну, взращивание им этого посеянного. Давайте я прочитаю одно место из Писания. Луки, Евангелие от Луки, 17 глава, 10 стих. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. Друзья, когда мы с вами созидаем нашу жизнь вместе с Богом, самая ключевая мысль, которая произойдет у вас в конце, вы поймете о том, что все, что было сделано, было сделано им, но точно не вами. И для того, чтобы не произошло обратного, сам Бог иногда будет допускать и допускает специально, умышленно, я бы даже сказал, Он допускает моменты, чтобы нам не начало казаться, что это мы можем определять ход, некий ход событий. Знаете, как-то один парень спросил, ну тоже спрашивал, когда закончится война, пастор, что вы думаете? Я говорю, война закончится в тот момент, когда ты научишься посреди войны перестать спрашивать, когда закончится война. Или довольствоваться тем, что она идет. Просто вот, ты можешь найти Бога в этом всем? Потому что у многих людей, поверьте, друзья, их жизнь, она напрямую зависит от сложности и тяжести событий. Я не говорю, что это хорошо, что она идет война, это отвратительно, потому что это ужасно всегда. Но момент заключается в следующем. Можем ли мы находить Бога? Умеем ли мы находить Бога? Я хочу вам сказать, в истории Франции была одна такая война, даже кто-то ее назвал специально, кто знаком с историей, как назвали самую войну ужасную? Столетняя война. Ой, да? А можно, чтобы у нас не так было? А вы не знаете, как будет, друзья? А мы не знаем, как будет. По этой причине, друзья, очень важно, чтобы мы с вами научились во всем, что происходит, проживать и созидать эту жизнь вместе с Богом. И знаете, на конец проповеди я записал для вас такую мысль. Бог приготовил огромный урожай для твоей жизни, поэтому смажь петли твоей тайной комнаты и сдуй пыль с Библии. Смажь петельки, там уже которые... Сдуй пыль с Библии, иди туда. И ты точно столкнешься с самой замечательной жизнью. Как кто мне напомнит, как тема проповеди звучит? Почему ты сеешь, как тебе кажется, но не пожинаешь? Друзья, у Бога этот принцип, он работает. Все, что было посеяно, как написано здесь, давайте еще раз прочту, с чего мы начали. Не обманывайтесь, Бог, поругаем. Не бывает. Что человек посеет, то он и пожнет. Это благословение, это обетование, это закон. У Бога нет проблем с тем, чтобы ты пожинал. Но у Него есть проблема с тем, чтобы ты определился все-таки, что ты сеешь, куда и зачем ты это сеешь. Давайте склоним нашу голову и будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Господи, мы сегодня благодарим Тебя, мы славим Тебя, величаем, благословляем, Господь, сегодня Твое имя. Спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты сегодня вместе с нами. За то, что Ты сегодня, Господь, говоришь в наши сердца. За то, что сегодня, Боже, Ты в наших сердцах Ты производишь свой результат. Ты делаешь свое дело. Господь, я молюсь Тебе сегодня, чтобы эта проповедь, в результате этой проповеди, каждый человек, Господи, он по-настоящему действительно переживал эту встречу с Тобой. Я молюсь Тебе, Господи, чтобы двери чьей-то тайной комнаты, они вновь освежились, они вновь открылись во имя Иисуса Христа. Тебе слава, Тебе величие, честь и хвала. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Слава Господу, друзья.